В нашей руде, через Казганскую руде, есть рени. От рени добывается осьми. Один грамм осьми где-то 60 тысяч что ли долларов. А когда идет концентрат Китая, Китай только на медь платит. На серебро, которое имеется на арене, Китай не платит. Продав концентрат Китаю, мы проведем терпеть чистейший убыток. Эта земля способна прокормить и кормить далеко не один город Жизказган. Но группа «Казахмыс» собирается закрыть Жизказганский медиплавильный завод. Руководство объясняет, остановка необходима для замены оборудования и продлится она долгих 2 года и 3 месяца. О том, что градообразующие предприятия планируют остановить, работникам объявили 3 недели назад. При этом около половины трудового коллектива планировалось отправить в отпуск без средств к существованию. 24 июня рабочие предприятия собрались на стихийный митинг. К митингующим вышел директор завода, как и Махбетов пытался убедить рабочих в необходимости непопулярных мер. Рабочие недоумевают, почему завод не проходит реконструкцию поэтапно. Ведь в данное время задействована только одна плавильная печь, другая же вообще простаивает. Действия заводчиков будоражат пролетариев. Все больше разговоров о том, что Казахмыс готовится бросить город на произвол судьбы. За последние годы трудовые коллективы предприятий Казахмыс усвоили. Хочешь быть услышанным, не молчи. От разрожденных действий нет толку. Добиться выполнения своих требований можно только митингами и забастовками. Принимается по отношению к уровню заработной платы работникам 100%. Так произошло и на этот раз. Успокаивать рабочих приехали вице-министр Бахаджан Сагентаев, Аким Карагандинской области Баужан Абдишев и председатель правления корпорации Казахмыс Эдуард Агай. Они пообещали трудовому коллективу. Отпуска отменят, а работники будут задействованы на реконструкции предприятия. Волнение было до этого. Действительно настроения агрессивные были. Как это без работы оставаться дома, сидеть. Кому охота? Кредиты миллионами брали люди. До этого ничего не говорили. Мы обеселись. Все там на правительственном уровне, наверное. Все кончится хорошо. Бывший шахтер, а ныне общественный деятель, главный редактор запрещенной молодежной газеты «Берег» Джагипаров не верит обещаниям чиновников и хозяев Казахмыса. Цель этих обещаний – хоть как-то сбить накал страстей. В мире нет такого капиталиста, который за просто так будет платить такие деньги. И думаю, понимание придет, эту информацию обмозгуют люди, продумают и придут к мысли, что их обманули. За свою гражданскую позицию «Берег» давно попал в немилость местных властей и руководства Казахмыса. После 10 лет работы шахтером «Берег» уволился. Создал независимую газету, в которой свободно говорил о главных бедах медного региона. В итоге молодежную газету закрыли, сайт заблокировали, а самого главного редактора, прокурора, заподозрили в возбуждении социальной розни. Отсканированный скиншот показали в моих статях с моего сайта и сказали, что все мои действия подпадают под статью 164, это разжигание социальной розни. И, наверное, они знают, что проблема не решена, и что опять начнутся бунты, опять волнения. И хотят, чтобы в следующий раз уже никто не говорил, никто информацию не доносил. Правда, в прокуратуре обвинения в адрес общественника привычно не комментируют. Заместитель прокурора города Жанбалат Макышев наотрез отказался общаться с журналистами. Я тогда говорил, но это бесполезно. Малик Амаров – коренной жесказганец. В 56 лет отдал геологии. Работал в геологоразведке, открывал новые месторождения. И сегодня, к его мнению, прислушиваются руководители Казахмыса. Аксакал принимает активное участие в жизни родного города. У жесказгана большой запас прочности, уверен он. Малик Ага категорически не разделяет заявления хозяев Казахмыса и бывшего Акима области Серика Ахметова об истощении запасов медной руды в регионе. Дело тут совсем в другом. Вокруг Кума неграмотные геологи, они просто не изучили труды Сатпаева Ханыша Матайча. Если сделать, как сказал Сатпаев, Жесказан еще может многие годы дать запасы. Легендарный академик Каныш Сатпаев еще в 30-50-х годах прошлого века предсказал, где именно нужно искать запасы медной руды. Достаточно просто внимательно изучить труды знаменитого геолога. Надо вести съемочные работы до юга, значит, где Сатпаевская группа месторождений меди, Шаманаибадское месторождение меди и Тюмойнакские кварцевые жилы. Вот это в 32-м году написал. На предприятиях медного гиганта сегодня работает большая часть населения региона. Для них это практически единственный источник существования. Елизавета Романчишина трудится в компании «Казахмыс Энерджи». Воспитывает двух детей. Зарплата около 80 тысяч тенге. В доме, где она живет, течет крыша. В квартире плесень, отваливаются обои, бегают мокрицы. Зимой холодно, дети постоянно болеют. Ну, это комната детская. Здесь бежит сильно у нас. Здесь очень много плесени. Здесь дети вообще не находятся. Здесь невозможно дышать. Окна все запенены, все поведено. Запенили только из-за того, что полностью поведены рамы. Из-за сырости. Позапенено уже больше 10 лет у меня они. Не могу поменять ничего совершенно. Плесень везде у меня. У меня палас вот так не видно вроде бы, а на ней вот так полностью все в плесени. Обои мы здесь клеили, когда ребенка, вот Вероника, моя младшая дочь, забирали с роддома, чтобы как-то ребенка внести в дом чистый хотя бы. Но это хватило, этот ремонт на неделю. Много лет Елизавета обивает пороги госучреждений. Просит помочь починить крышу. Ей само эти расходы не по карману. Время идет. Ни Акимат, ни партия Нуратан, ни работодатель помогать ей не торопятся. Это зал. Это зал, который еще хуже бежит даже так, что там спальня. Здесь вообще прям дождь льет, как будто с чайника поливают над подоконником там сверху. Здесь плесень любого цвета, разного цвета. И розовая, и салатовая, и черная есть. Тут грибок у меня появился. Все вот рушится это все совершенно. Руки ни к чему не лежат. Тряпка здесь никогда не убирается. Постоянно тряпка. Тазики, правда, в ванной у меня стоят. Она вообще никогда не убирается, тряпка отсюда. Здесь вот все разрушается у меня после каждого дождя. Вот все сыпется, сыпется. Я уже ничего не убираю, потому что просто руки уже все не поднимают совершенно. Ничего не хочу делать в этой квартире. Здесь вот линолеум, он у меня вот весь вздутый, весь расходится совершенно полностью. Здесь у меня макрицы, вот даже вон одна бегает. Вот живут, сколько вон трупиков, везде совершенно. Это плесень постоянно, это грибок тоже. Дети у меня этим дышат постоянно. У моей младшего ребенка не только золотистый стафилокоп, но и также аллергия открылась. Вот как смотришь на город, вроде преображается. Не то, что раньше было, вроде как-то красивее город становится. А если Казахмаз действительно закроется, если все это приостановится, вот сейчас медзаводом проблемы, мне кажется, второй же наузен будет. У нас малые предприятия, которые там магазинчики парикмахерские, все позакрываются. Людям просто не на что жить будет. А мы работаем именно в корпорации. В основном люди в Жасказгане работают именно в корпорации. Я, друзья, не верю в обещания. Алина и Александр Нарижные – бывшие детдомовцы. Александр работает монтажником в сервисной организации, которая обслуживает одно из предприятий группы «Казахмыс». Зарплата максимум 80 тысяч. Работа сезонная. Денег хватает только на комнату в общежитии. За сезон старается скопить денег, чтобы хватило на жизнь зимой. Жена Алина не работает. Сидит с двумя маленькими детьми. Молодая семья стоит в очереди на государственное жилье уже 6 лет. Купить, к примеру, по дешевке дачу они тоже не могут. Их снимут с очереди. Акимат каждый год требует справку, что недвижимости нет. Зарплата упала, и как раз зима настала. Деваться было некуда. Вот обратился в Акимат. Попросили комнату или что-то, какую-либо помощь с жильем. Нам изначально Аким пообещал. Но потом 4 месяца ходили, ходили. Нас все каждую неделю гоняли. Каждую среду ходите, ходите в среду. И вот так 4 месяца каждую среду ходили. Впрочем, стандартной помощи от государства молодая семья так и не дождалась. А в новых экономических условиях жесказганцам и вовсе придется рассчитывать только на свои силы. Субтитры создавал DimaTorzok